Понравилось, было весело. Спасибо менторам, что отвечали на наши вопросы, помогали. Ну что ж, приступим. Следующий. Описание задачи. Задача комплексная, и далее мы расскажем о ней подробнее. В рамках Кракатона мы решили сосредоточиться на разработке самой сложной и важной ее части, алгоритма автопланирования, его визуализации. Следующий слайд. Собственно, я подробнее расскажу про алгоритм. Вообще задача распределения доставки грузов относится к классу N-пополных. То есть их нельзя решать какими-то аналитическими методами или простым перебором из-за просто комбинаторной сложности. Такие задачи решаются всякого рода специализированными алгоритмами. Мы использовали технологию оптопланер, которая позволяет описать предметную область, ограничения, вывести целевую функцию таким более-менее естественным человеческим языком. А под капотом она уже использует заранее подготовленные написанные алгоритмы. Например, в данном случае мы сконфигурировали ее на алгоритм имитации отжига. Но алгоритм можно поменять, можно использовать генетические алгоритмы, эволюционные. Собственно, что мы успели в алгоритме сделать? Во-первых, мы жестко задали ограничение, что одновременно на стройке может разгружаться только одна машина. То есть, чтобы не скапливалась очередь из других. И вот, например, в скриншоте тут видно красные точки. И это, собственно, когда вот эта конкретная машина сейчас разгружается на конкретно вот этой выбранной стройке. И то есть мы видим, что у нас в один момент времени несколько машин на нее не подъезжают. А дальше мы, собственно, минимизировали пробег машин и минимизировали вообще количество используемых машин. Понятно, что вот эти ограничения самые базовые, да, их на самом деле гораздо больше. Но, тем не менее, вот мы взяли один конкретный день. Там было около 190 заказов на отгрузку. И мы смогли их отгрузить с помощью 46 автомобилей. То есть, оборачиваемость была там где-то 4,6 рейса на транспортное средство. На фронтенде мы использовали для визуализации и вообще какой-то оценки того, что получилось Angular. Для отображения карты мы взяли Here.js. Но Here мы использовали вообще очень активно. Большое спасибо, кстати, потому что изначально мы хотели использовать Open Source на IP, которые не такие точные. Мы с помощью Here взяли, во-первых, все координаты всех заводов, координаты всех строек. Мы посчитали маршруты, мы посчитали расстояние и время в пути между всеми объектами. То есть, составили матрику расстояний. И, собственно, использовали на интерфейсе отображение вот этих маршрутов, как машинки, собственно, будут ехать. Да, но перед полноценной реализацией боевого алгоритма, который будет учитывать все условия и ограничения, необходимо все же организовать единое информационное пространство для всех участников логистической цепи. Они представлены на слайде. Чтобы получать все необходимые данные онлайн и минимизировать с минимальным участием людей. Вот так у нас будут все участники этого процесса в рамках своей зоны ответственности взаимодействовать через единую систему. А после этого мы можем уже включать в алгоритм дополненные ограничения и параметры. Вот. И, в частности, вот Константин говорил про сервис Хир. Мы можем также учитывать габариты транспортных средств, их массу и трафик на дорогах. Вот. Следующий слайд. Мы считаем, что разработка такой системы позволит сократить расходы компаний на отгрузку необходимых материалов на стройку, снизить время простоя стройки, внедрить оперативный мониторинг, причем не ручной, а автоматически, когда система сама сможет понимать, что что-то идет не так, и предоставлять какие-то алерты, какие-то нотификации для пользователей. Ну и, соответственно, повысит оборачиваемость транспортных средств. Дорасскажем еще немного. Партерство с ПИК. Мы считаем, что наиболее эффективным решением данной задачи является разработка он-сайт с привлечением всех необходимых компетентных специалистов компании. Можно следующее. Собственно, этап выглядит так, что сначала нужно сформировать единое инфрационное пространство, чтобы все участники на цепи логистической работали в системе и вносили туда данные. На основе этого мы сможем сделать мониторинг и аналитику, а дальше на основе этого уже реализовывать полноценный алгоритм. Ну и это приведет нас к успеху. Здесь представлена команда нашего проекта. Константин, Team Lead, фронтенд-разработчик наш, снимает нас на видео, Владимир. И Иван, бэкенд-разработчик. И Александр, бэкенд-разработчик. Мы имеем большой опыт, за плечами много успешно реализованных проектов, в частности, связанных с автопланированием. И любим то, чем мы занимаемся и активно участвуем в подобных мероприятиях. И небольшая дема. Мы здесь отфильтровали конкретную стройку. Можем посмотреть маршруты, по которым конкретный автомобиль как едет. Красным выделена именно погрузка на конкретные выбранные стройки, чтобы продемонстрировать, что машины приезжают в разное время, то есть не скапливаются в очереди. А это просто список всех машин и всех маршрутов, заказов, которые они делают. Вопросы? Здесь я вижу красные кружки, где вы работаете с очередями. Что происходит с остальными машинами, которые едят, либо направляются на эту стройку, когда все эти красные круги, где-то останавливаются, пересчитываются машины. Нет, сейчас мы в алгоритме жестко задали ограничения, чтобы не возникало вообще таких ситуаций. То есть, чтобы машина приезжала на стройку, когда следующий уже разгружен. Это планирование не ситуационное текущее, это планирование на завтра. То есть, это общий план. А дальше, когда в процессе, то есть уже конкретно, когда завтра наступит, то это уже следующий этап алгоритма, когда он должен подстраиваться под изменяющие ситуации. Например, когда машина сломалась, пробки образовались. То есть это уже второй этап. Сейчас нету, да, но мы видим это так, что у прораба настройки будет какое-то мобильное приложение или там планшет, у поставщика тоже какое-то приложение. У всех участников здесь под поставщиком понимается, ну, какой-то человек на складе, на заводе, где, собственно, находится там же ВИ, просто абстракт, назвали поставщик его. А вы продумали, как все данные, которые можете собрать в этих приложении, влияют на модель? Ну, это как раз вложение, это же вопрос. У вас есть только план, а вот в горфаке, в реальность? Ну, опять же, оптопланер позволяет нам загрузить в него уже готовую текущую ситуацию, как она есть в реальном мире, и сказать, давай, считай, грубо говоря. То есть мы можем эти факты учитывать для планирования вот такого ситуационного. А запросов какого плана вы имеете? — А почему имитация? Просто первые списки будут заниматься? — Ну, и до этого у меня уже был опыт, я оптимизировал развозку сотрудников там на такси, и опыт для развоза, грубо говоря, товаров курьерами. И просто мы попробовали разные алгоритмы, и вот этот справлялся лучше всего там, ну, можно дальше сказать про его особенности, а это будет просто... — А вы эту задачу сейчас не сравнивали, да? — Нет, ну, просто сравнивать на каких-то вот таких очень простых данных, ну, особо смысла не имеет, да, потому что все сложнее же будет, на самом деле. — А дорожную ситуацию как вы учитываете? Потому что вы сказали, что из ХИР забрали, а не раз? — Сейчас не учитываем, да, но вот ХИР позволяет получать данные именно вот прям по прокам, по, например, тому, что какие-то мосты низкие, что там транспорт не пройдет. То есть это все можно учитывать, в принципе. — А вы все где-то работаете? — Да, мы, в общем-то, и так одна команда, работаем вместе. — Все, спасибо большое.